В этом уроке мы узнаем, что такое мастер-страницы, зачем они нужны и как их использовать. Перед нами документ, состоящий из одной страницы. У документа уже созданы две мастер-страницы, как мы можем видеть в верхней части палитры Pages. Точнее, есть одна мастер-страница и есть пустой шаблон, служащий для отмены примененной мастер-страницы. Двойным щелчком на значке мастер-страницы перейдем на нее и создадим какой-нибудь объект или напишем текст. Скопируем его на вторую страницу шаблона. И вернемся на страницу документа номер один. Текст, помещенный нами на мастер-странице, отображается и на обычной странице документа. Добавим еще несколько страниц к документу. Теперь мы видим, что текст с мастер-страницы отображается на всех страницах документа. Мы создали унифицированное оформление, пусть даже совершенно условное. А с помощью шаблона под названием «None» мы можем отменить связь страницы документа с мастер-страницей и текст отображаться не будет. Создадим еще одну пару мастер-страниц. В окне настроек мы можем указать префикс, он будет отображаться на значках страниц в палитре Pages, дать мастер-странице название, основать ее на каком-нибудь существующем шаблоне, мы этого делать сейчас не будем, и указать количество страниц в шаблоне – две. На новом созданном мастере тоже что-нибудь нарисуем, простые эллипсы, многоугольник. Теперь перетащим значки мастер-страницы в палитре Pages поверх значков страниц документа, и так применим мастер-страницу к страницам документа. На страницах отображается оформление мастер-страницы. Обратите внимание, что ни выделить, ни удалить эти элементы оформления на странице документа нельзя, можно разве что закрыть их белым прямоугольником и их не будет видно. Если вам нужны страницы, которые будут иметь только часть оформления с мастер-страницы, проще создать новые специализированные шаблоны. Теперь попробуем создать нумерацию страниц. Так и напишем – страница 35. Не работает. На самом деле это пятая страница, а мы просто создали текст, который отображается на всех страницах, связанных с мастером. Чтобы создать автоматическую нумерацию страниц, нужно обратиться к меню Type, под меню Insert Special Character, под меню Markers и выбрать символ Current Page Number. На мастер-странице вместо этого символа будет отображаться префикс. А вот на страницах документа он превратится в номера страницы – тройка на третьей странице, пятерка на пятой и т.д. разделе. Разумеется, на практике используются несколько другие элементы оформления. Вместо огромных букв и геометрических фигур, которые создавали мы, на мастер-страницах находятся колон-титулы, колон-цифры, возможно какие-то унифицированные элементы оформления. Однако принцип остается прежним, и только что мы его узнали. В следующем уроке мы научимся импортировать в документ текст из файлов.